Труб положим туда, в коробку. Если что, он будет там, да? Да. Я понял. Так, ну вот, друзья, сделав обзор на стенд с органа, мы двигаемся дальше по выставке. И сейчас мы пойдем в то место, которое я хочу в обязательном порядке осветить, а именно мы идем искать производителя роллерганов, которые географически находятся в Крыму и о котором я совсем-совсем недавно узнал. Мне очень интересно с ним поговорить. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Нет. Нет? Нет. А можно хотя бы снять ваши ноги? Ноги можно, но не лицо. А что у вас на ногах? Что у нас на ногах? Носки водонепроницаемые, мембранные, дышащие. То есть ноги у вас не потеют? Нет, не потеют. В смысле, они потеют, я же живой человек. Водонепроницаемые продукции компании Dexshell, это китайское производство, но разработка английская. Строена мембрана порели внутри. Состоит она на 98% из нейлона. Там определенное сплетение, оно, так скажем, никому неизвестное, но секретное может. Скажите, пожалуйста, они работают как термобелье, то есть они влагу отводят? Они влагу отводят, но как бы... Но обратно не пропускают? Обратно не пропускают, потому что молекула воды больше, чем молекула воздуха. То есть с воздуха они выходят, ну, то есть частично пот выходит с воздухом. Частично? Частично. Ну, естественно, остальная часть пота будет впитываться тем материалом, который внутри. То есть там либо это бамбук будет, либо хлопок, либо шерсть, допустим, на зимних вариантах. Нет, то есть этот носок одевается на другой носок? Нет. На голое тело? Да. Сохраняя температуру тела. При движении, естественно, температура тела выше. И, соответственно, температура тела в ногах тоже выше. Ребята, смотрим и запоминаем. Заходим на сайт и все смотрим там. Так, ребята, а вот только что я проскочил вот такой вот флаг. И вот этого парня я проскочил, совсем его не узнал. Вернее, я-то его просто не увидел. Я его, конечно же, узнал, когда Ольга сказала, что прошли мы знакомый флаг. Давай, Леха, рассказывай. Едем? Давайте я сначала представлю вообще, куда мы зашли. Мы зашли... Дайвшо? В Москву? У парня с юмором все в порядке, да. Этот парень, значит, организовывает офигительный дайвинг, очень интересный, в пограничной зоне поселок Лена-Хамари. И не просто... Это интересно не просто с точки зрения дайвинга или просто нырялки. Там очень интересные сама пейзажи, очень интересная природа и очень интересная история, особенно и времен войны. Очень интересные экскурсии, как просто погулять в округе, посмотреть немецкие укрепления. Да, да, да. На этом же мой корабль? На этом, да. Это по нашему корабле, по их пароходе, понимаешь? Да, это не, мы были, мы первый раз, мы первый раз были, когда это было, второй раз были, когда уже срезал, уже срезал, да. Мы сейчас еще там что-то, мы уже опять что-то переделали, я уже не помню сейчас. Да, у нас заработало? Я его хочу брать. Я хочу сделать там еще один горючий, чтобы два туалета было. Комфортнее было. И вот это был пароходка из сафари. Да ты что, даже так? Да. Вот я два на три в море ушел, а этим работал в берегу, ну, как мы делали, делик. Но? Очень комфортно тоже. Вот это мы ходили 8 января. Вот эти фотографии я видел в фейнбуке, да, все, я... Три девицы под окном. Да, это, вот, да, вот это все, вот эти фотографии я видел все, да, в соцсетях, вот как компания. Хорошо, хорошо. Здесь мы были. Да, а вот, собственно, вот такие вот тараканы там бегают. Так, сразу сумочку. Но тут лишь непонятен размер. Конечно, конечно, это большое. Это, понимаешь, есть макросъемка, это микросъемка. Да, я вонял, да. Он слишком большой, чтобы его сделать. Ребята, если вы хотите посмотреть Камчатских крабов, или просто посмотреть суровую северную природу, да, настоящий дайвинг, такой суровый, в прекрасных местах, то вот, пожалуйста, мы вам рекомендуем дайвинг-центр Дайверси. Вот только что видео Алексея, руководителя его. Все координаты есть. Ну и, как всегда, конечно, вся информация вы можете найти на дайвинг-центр 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 Дайвинг. Да, вот вы, смотрите, я таких ловил. Это вот 20 декабря. Да, с рыбалкой тоже полный порядок. То есть, если вы поедете на сколько лет? У меня на 4. У меня на 4 самый раз. И понырять, и погулять. Кстати, мы не попадали ни разу на грибы и ягоды. А это вот август месяц. А это август месяц, да. Вот Марина ходила, собирала, через час звонила, забирай мне ягод, не могу нести уже. Просто много. Вот напротив мы высаживаем гелы, без того, просто мысль. И вот там их очень много всего. Поэтому, друзья, кто смотрит, многие хотят побывать на севере. Вот реальный шанс. Мы были уже, и лично я был, два раза. Мои друзья, которым я показал, тоже стали, это стало просто традиционно ежегодная поездка. Поэтому и вам мы рекомендуем. То есть, кому интересно, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Исходя вот из таких вот листочков, я понимаю, что записывать надо за много заранее. Все забронировано, все записано за полгода вперед. Теперь переди человек. Так что все, ребята, мы идем дальше. Нам очень приятно ходить по этой выставке и встречать знакомые лица. Да, вот наши земляки представлены. Добрый день. Здравствуйте. Это соседний с нами город, буквально 20 километров от нас. Мияз. Мияз, да? Да. Вот златоуцевцы, ребята. Посмотрите, чем знатны мы. Наш край. Сколько такие монетки стоят? Еще 8 сантиметров. Они из чего? Это на турнике или пока-то золото. Очень легко, потому что у меня вообще. Любит пить, почему-то я сразу прочитал. Почему-то я видел сразу две монетки. Везет, не везет? Ребята, в качестве рекламы этих ножей, я могу сказать, что всю дичь, которую я добываю, я обтираю именно такими ножами. Именно златоуцевцы. Да, судя. Расскажите нам, что вы предлагаете. Я предлагаю подводную охоту в Финляндии, рыбалку, активный отдых. О, как интересно. Рассказывайте про подводную охоту, в частности. Хорошо. Подводную охоту мы устраиваем на озере Сайма и на реке Воксе. На Сайме сезон у нас сначала где-то с середины июня и по, скажем так, конец сентября, когда вода теплая. На Воксе там находимся на Порель и Кумшу. И сезон там действия лицензии с 1 августа. Вот правильно вы сказали, не когда вода теплая, а когда лицензия. На Воксе, да. Там именно когда действует лицензия. С 1 августа по 31 декабря. Не замерзает? Воксы не замерзают. Показывайте сайт. Сайты у меня здесь на визитке есть. Давайте. Первый по размещению, второй по активному отдыху. Ребята, смотрим и запоминаем. Кому интересно подводная охота и активный отдых в Финляндии. Вот сайты, вот контакты. Так, а если оставляем подводную охоту, то что еще? То есть, допустим, мы едим в компании, где часть подводных охотников, а часть людей просто желающих отдыхать, делать все, что угодно, кроме бухать. Если вот эти коттеджи, здесь как раз на компанию до 10 человек в каждом коттедже размещается. И таких коттеджи 4 в отнулинии по берегу. То есть, до 40 человек в компании мы принимаем без проблем. Чем они занимаются? Чем они занимаются? Те, которые свободны от охоты в лесу, которые вокруг окружают. Много ягод и грибов. Это время какое? Это время, если по чернике, это июль. Если брусника, это август и сентябрь. В сентябре уже и грибы тоже, и август. Ну, опять же, если дождь, дождливое лето, тогда будут грибы. Если лето сухое, то... То просто ягоды. Ну, просто ягоды, да. Понятно. Что по рыбалке? По рыбе. Ну, по рыбе или по рыбалке. Нет, просто именно те, кто не охотятся. У нас таких тоже полно, кто не стреляет, но все рыбачат. Все то же самое мы можем поймать рядом с коттеджем. Вот, у коттеджа есть своя весельная лодка, которой можно пользоваться. Она входит в стоимость аренды. У нас можно арендовать подвесной мотор. Или воспользоваться моими услугами гида. Я приеду на катере прямо к коттеджу. Заберу желающих на рыбалку или на подводную охоту. И мы едем уже по моим местам. По секретным. Да, естественно. Которые я только за деньги рассказываю и показываю. И за евро, к сожалению, да? Что сюда? А во всем этом, что, к сожалению, это евро. Курс евро нынешний. Я надеюсь, все-таки когда-то это все стабилизируется и вернется на круги своя. Ни что не длится вечно. Да, именно поэтому вы здесь. Понятно. И именно поэтому и я здесь. Да, да, да. И по рыбе, я могу сказать, что это на озере в основном у нас чуха, окунь, лещ и ясь. А, как я говорил, на реке, на волоксе, это еще добавляется форель и кунжа. Это уже интересно. Лосось есть и в озере, но его там ловим либо троллингом, либо в сетку. Сетка тоже у нас разрешена ловить. А, даже так, да? Ну, все, значит, ребята, запасайтесь водкой. Сети есть. Видите, что это напротив коттеджа этих было коймало. Хорошие. Спасибо, Виктор. Очень приятно было познакомиться. Приезжайте. Спасибо за соглашение. А вот продукты просто вдыхать будет по-любому. Такие вещи покупаются один раз. Купили и будете работать. Здравствуйте. А что за интересная камера вы такие представляете? Камера GoPro. Что это за камера такая? Расскажите, пожалуйста. Это отличная эшн-камера, водонепроницаемая, очень маленьких размеров, со съемкой в виде в 4K формате. Да вы что, и жидкокристаллическим экраном, наверное, жарили? И жидкокристаллическим экраном, да. Фантастика. А скажите, пожалуйста, я слышу, что сейчас четвертая, последняя камера, да? Да. А когда будет пятая? Ну, пятая, пока не анонсировали камеры, будет выпуск квадрокоптеров, дронов для камеры Глуплокира-4Саши. Когда будет дрон? В эстонии, да. Уже есть она анонсы? Ну, по крайней мере, по-моему, в Язаре была выставка в Америке и уже что-то... Он уже там что-то был, да? В России. Понятно. А что из аксессуаров вы можете из новеньких показать? Вот я вижу свет какой-то, да? Это не оригинальный от Гоу-Про, это производитель из Пигажес, который производит аксессуары для камер Гоу-Про. Ну, и также, чем известный фонарик-кноу. Вот мне неизвестный, показывайте. Очень много не производит фонарей не только для камер Гоу-Про, а практически для всех определенных моделей. Для других подаппаратов, вот такие вот, выпустили для Гоу-Про. Так, а как он крепится? Крепление вот таким вот образом происходит. А, сбоку, да? Да, через кронштейн. Кронштейн идет в комплекте, у него, собственно, есть сапфат. Он даже работает. Можно его засветить. А я сейчас работал вот так, вот так вот держал и вот так вот на себя светил. Оказывается, можно было вот так делать. Ну, здесь единственное, что, вряд ли, это получится со стабилизатором. Да, нет, точно не балуется. Тяжелый, конечно. То есть он идет только с крепением под бокс. Ну, а бокс уже, соответственно, с меня не скрипить. Да. Но там будет небольшой, не бокс. Ну, вот. Вам, кудрините, не нужно, как с тобой заходить. Можно было идеально ставить. Ребята, очередной интересный стенд. Ребята, расскажите о своей продукции. Я помню вашу фирму с тех пор, когда вы были спонсорами чемпионата России по подводной охоте в Самаре. Когда мы все ходили в футболках Атака. Так. Да, вот расскажите, что нового у вас происходит сейчас? Кризис у нас в России. Это понятно, это не только у вас. Ну, как нормально. Кризис у нас в России. Новая экономическая река. Реальность. Новая у нас продукция появилась для океана. Да, вот я, кстати, поэтому и подошел. Я вот увидел арбалеты у вас. Аквалеты делает самарский мастер. С ним мы сотрудничаем. Ну, это отличные океанские арбалеты. Вообще арбалеты делаются не заказы, а индивидуальный под человеком. Под тем условия охоты, которые... Ну, где он будет охотиться. Вот это вот для меня делали, прям для океана, для трофейной охоты. Да, что длина этого? Дитра 20. Вот этот, да? А верхний? То же самое, они одинаковые. А, это... Ну, просто вот этот арбалет, он сделался, он проверился в деле. Рануис способные конструкции, поэтому сделаны точно такой же. Буйки атмосферники для той же океанской трофейной охоты. Да, сейчас все начали уже такие дела. Интересно просто на них смотреть. Мавающие, бурепы. Для оружия. Да, не путаются они? Нет, такой, конечно, наступает сегодня. Не узнаю, не будет, он плавает, да, бурепы. И вот чем он хорошим, тем, что не путается. Он цепляется за рифу, за дно. Нет, я имею в виду, когда распускаете. То есть, когда вы прыгаем с корабля, он у нас собрана в виде, чтобы не запутывался, да? То есть, что хочется? Хочется просто отпустить буй, чтобы его отнесло, и он лезнет груз. Он мотается на буй. А, вот так вот, да? Конечно. Ты мотаешь на буй, да. В тот момент, когда вылезаешь, да? Да нет, ну вообще, нормально на буй, как будто. И когда ты подъехал, второй конец кручил его. Ты просто буй кинул сам рыв на воду, и всё. И он раскручивается, и ничего не путается. Просто я, когда вылезаю, я его так, петлями собираю, подаю на лодку, а то он выпрыгивает. Да, я понял, но я вот вокруг прыгаю сам. Да, это, кстати, правильно, я просто об этом никогда не думал. Буйок круглый, да-да-да-да-да. Да, он влезет и ничего не путается. А вот этот бывает запутывается, и этого не чувствуешь. Да, интересно. А что за дерево? А, вот. Своё, тихо. А гарпун? Семярка? Семярка. Семярка? Тоже всё в Самаре делается, да? Да нет, конечно. Гарпун рубалин. А, рубалинский? Да. А что, сейчас рубалин стал делать шарфинг? Да. Даже вот это, наверное, рубалин. А это СПР-мастер. Ну, тоже нужный опор. Да, и сразу же сделано крепление для голуброда, да? Да. Ну, я говорю, это моё охотничье ручье, то есть я сделал его под себя. Оно вывешено так, что я вот на пальце его ставлю, оно на любой глубине, он просто стоит на везунке. Это идеально, конечно. А если отпустить, что происходит? Вот тут важно тоже. Переворачивается или так и продолжает висеть? Нет, нет. Если отпустить, оно немножко начнёт предопресса сюда. Но при этом переворота нет? Нет, ну это идеальная балансировка, конечно, что говорить. Он без получается, да? То есть сейчас все так пошли по этому пути. То есть отказались от камер, которые внутри, да? Которые гниют, преют. Лучше скользит ещё. Большой плюс меньше весит, лучше скользит. И смысл того, всего этого утражания раз, тяжёлые два. Утяжеление, да. И снижение, соответственно, просто надёжности. Ладно, спасибо. Спасибо. Удачный охот. До свидания. Вот, ребята, наши отечественные производители. Фирма Атака. Прошу любить и жаловать. Ну или хотя бы интересуйте, смотрите. За новинками следите. Ну что, очередная попытка пробиться к нашему производителю ружей. Роллерганов. Так, вот появился Дмитрий, но он занят. Сейчас он освободится. И я его немножечко потерзаю, подздаю вопрос ему. А вот теперь начинаем. А он у меня не заучил. Давайте, давайте. Я же не актриса. Так, ну ладно, хорошо. Нас пригласили на массаж. Не нас, а девушку. Девушку пригласили. Мы хотели, там, Дмитрия сказать. Сначала расскажите, что вы предлагаете. Что вдруг вы будете пытать им мучить мою жену. Друг положим туда в коробку. Если что, он будет там, да? Да. Я понял. А если выживет, то что вы ей предложили, что вы ей будете делать? Я буду делать. Она будет с вами делиться ощущением, высаживаясь. Я понял, ладно, я пошел. Валдеть. Дмитрий, добрый день. Добрый. Меня зовут Игорь, я вам писал. Игорь, а мне много писать, я не очень помню. А, то, что буду с камерой, хочу с... Че-че-че-че, откуда-то, как их... С мясом. Да, издалека. Да, издалека. Смотрите, меня очень интересует роллерган. И поэтому, когда я услышал о том, что производят у нас, оказывается, роллерган, мне застало вдвойне интересно. Поэтому давайте, расскажите, покажите, что вы делаете и для чего вы делаете, чем отличается от всех других. Я делаю роллерганы по той причине, что я при выборе когда-то для себя ружья долго не мог определиться, что хочу я. В конце концов, сострогал себе из дуба с ясенем именно роллерган. Попробовал, довел его до той кондиции, которая меня устраивала. В плане стрельбы, плавучести и так далее. Ну и находился первое время с ним. Потом думаю, ну все рогатки, 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 то есть классические арбалеты, да? Все ходят с ними. Сделаю себе классический арбалет. Делал классический арбалет. Ну мне его хватило одной охоты с ним, чтобы я понял, что это не мое. Я его тут же продал, ну, товарищам, которые любят это дело деревянное, красивое. Тот, второе я делал из ясеня. Ну и со временем сделал себе стика, одному товарищу себе. Через два года я еще раз попробовал сделать себе рогатку все-таки. Ну роллер у меня есть, но сделаю еще раз рогатку. Сделал красивую, в карбон закатал, все. Но это была рогатка. Я пошел опять на охоту с надеждой, что может быть мне все-таки понравится рогатка. Еще раз убедился, что роллер имеет массу преимуществ, ну как минимум два преимущества, которые решающие для меня. Давайте, сразу озвучим их. Отсутствие отдачи практически полное и большая мощность при аналогичной длине. Все, можно я вклинюсь в этот разговор, покажу свою руку, которая вот он, метр шестьдесят. Да, много, много, много этой истории, кто смотрел наши панамские приключения и видел, как мне метр, метр шестьдесят рай в четырехтяговой сломал руку при первом же выстреле отдачи. Ужас, это ужас. А я вот с этого ружья на океане, Василий Жерихов. Василий Жерихов, да, оттуда я вас и знаю, конечно. Вот, метр тридцать, это разгонная полная длина, метр пятьдесят пять деревяхи, с двумя парами роликов. Я ей стрелял в воздухе, не в воде, вот так вот, второй просто придерживался, ну, палка длинная, чтобы не упала. Без всякого, в общем-то, напряга, что не боязни, что меня вывернет. Хотя метровым, да, на воздухе, арбалетом я выворачивал себе кисть. Ну, не ломал. Я ломал, я сломал, вот у меня сломана рука, сейчас она зажила. Ну, все, то есть, поэтому однозначно роллер. Роллер. Давайте по стрелковым характеристикам поговорим. Естественно, будем сравнивать с обычной рогаткой, ну, с какой-то аналогичной. Вот у вас, смотрю, нет, на выставке вот у вас короткие, да? Ну, нет, почему бы не обязательно, это разборной, причем он когда-то был метр пять, вот такой, да, человек красивый сделать метр пять, ездил он с ним в Таиланд, ездил в Таиланд, ездил в Норвегию, пока компания Аэрофлот ему его не изуродовала, погиб немножко, не взяла лишних денег за перевозку. После чего приехал, говорит, сделай короткий. Вот тебе гарпун, короткий. А, и гарпун разборный, да? Да, говорит, привез гарпун, говорит, вот мне Берг подарил за мои успехи фотосессийные, как они там называются, Берг эти, норвежские эти соревнования. Подари, ну, на 200 евро, говорит, можешь это вариться. Взял гарпун, сделай под него вот эту деревяку, можно переделать? Я посмотрелась, и я понимаю, что сделано, как сделано. Да, путем каких-то операций, да, и получился разборной. Два штифта и четыре винта. Два штифта, ну, даже саморезы, даже не винты, да, здесь открутил, зажал, ну, сумму. Сейчас из какого дерева делаете? Сейчас только из тика делаю. А почему тик? Все делают из тика, почему тик? Тик не капризен к воде, да, он ее минимально впитывает, и достаточно легкий, чтобы можно было на него нагрузить, там, железо относительно тяжелое, да? То есть, если, вот это был еще не тик, это было пальмовое дерево какое-то, и вот, ну, даже вот эта шестидесятка, вроде много мяса, но с гарпуном она тонет. Без гарпуна еле-еле всплывает, но не очень уверенно. А вот эта вот восьмидесятка из тика, где мяса меньше, но уже из тика, она плавает вместе с гарпуном, вот, слегка мордой вниз, но она плавает. Вот тогда сразу по поводу отбалансированности ружей возникает вопрос. Не возникает вопросов до восьмидесяти, не возникает вопросов по балансировке, она, вот, при данном количестве мяса, ну, она с практикой отличная, что мясо, это количество дерева. Я понимаю, количество дерева, конечно. Я надеюсь, что те, кто смотрит, тоже понимают. Требует никаких дополнительных вмешательств, там, в виде свинца или еще чего-то. Начиная где-то от 90-го размера, опять же, если это, там, горкун тонкий, 625-6,5, тоже может быть достаточно. Есть какие-то уже... Есть 675, вот на этой фотографии, там, вот, видно, блестящие штучки, это камеры. Вот здесь, вот, в голове, делаю камеры, в которых свинец. Сзади никогда не приходилось грузить. Здесь вот это количество дерева и триггеры, ну, то, что находится здесь железо, достаточно для того, чтобы оно не грузило руку и находилось в комфортном состоянии. Есть какие-то уже атаки отработанные модели, длины, толщины гарпунов? Да, вот, в принципе, это восемь, ну, опять же, для Черного моря, да, в основном. У меня большинство ружей все-таки на Черном море находится. Спрос, потому что просто, да? Да. Все остальные приходится делать с каждым, любое ружье, даже если оно отработано, я его собираю, иду в воду. И довожу до ума. Да, я его окунаю, смотрю, как оно плавает, устраивает меня, я ставлю мишень, стреляю, устраивает. Полный хендмейт. Вытираю и отдаю человеку. Полный хендмейт. Или отправляю, или отдаю. Я, значит, три недели назад прилетел с Бали, где был у Андре. Мы с ним давно знакомы. Наверное, такой же. Да. Я смотрел, значит, будучи несколько лет назад и ныряв с ним, то есть у него еще не было роллергана тогда, и как-то, ну, он подумывал об этом, но вот сейчас мы приехали и с удивлением зашли в магазин, увидели первый роллерган, метр тридцать пять у него. И что интересно, мы увидели, он нам показал видео, как он стреляет тунца на пятьдесят килограмм, и что было интересно, что гоупрошка закреплена, и он нам объяснял, что, посмотрите, отдачу. То есть, четко видно выстрел, четко видно попадание, никакого вскида нет, вот роллерган, а я, будучи с организатором этой выставки на Кубе несколько лет назад, тестировал Бушат Мандиаль. Метровый, по-моему, она была, или девяносто пять, да, девяносто пять, вот тогда тоже, мне тоже очень понравился, очень понравился, но мне просто для, именно для трофейной охоты, хотелось что-то подлиннее, помощнее. То есть, вот, мне кажется, метр тридцать пять это оптимальное оружие для такой, может быть, метр тридцать, ну, вот, понятно, да, метр двадцать пять, ну, вот, нюансы, да, но, то есть, это, чересчур будет, я считаю. Во-первых, тяжело везти далеко, тяжело, перегрузы, как всегда, это, Олег Лиденко может об этом не думать, когда, когда он поставил, поставил таможню, вопросов не задает. По 100 килограмм, когда он тащит с собой, конечно, ему пофигу, обычный такой рядовой охотник, он думает все время о весе, о перевесе, поэтому это важно, конечно. Ну, разборной, скорее всего, не для, не для океанской охоты, все-таки разборной, ну, даже если роллер будет разборной, разборной гарпун, все-таки, и не для танца. Не для танца, согласен. То есть, если ружьем можно разобрать и на прочность его, ну, в роллере не будет это соединение играть никакой роли, то соединение гарпуна под вопросом. Под вопросом, согласен, да, я, придется брать по месту. Я большой противник, да, нет, я, я считаю, что, если мы говорим о трофейной охоте, то ничего разборного быть не должно. Нет, ружьем может быть. Касаемо гарпунов, конечно, то есть, ну, и слептип, естественно, то есть, безусловно. Ну, конечно, конечно. Так, а что по гарпуна? Где делаете гарпуны? Тоже сами делаете гарпуны? Нет, гарпуны я заказываю, предпочитаю, сталь санвиковскую. То есть, это салимар, сиглсаб. То есть, яркун, гаркун импорт по длине. Да, и обрезают так, как надо. Обрезаю в нужную мне вину. Мы тоже так же делаем. Шарфин, то есть, морду, мне проще приточить пятку мою и сделать, ну, под тот же стандартный триггер обычный, евро. А гарпуновый шарфин уже навариваю. Да, ну, кстати, да, вот это интересно, потому что мы берем просто рубали на манские гарпуны, тоже длинные, с запасом. Они очень ржавеют, мне не нравится тем, что очень ржавеют. Я бы не могу понять, вот мне, я не могу сказать, я не могу сказать, что они все ржавеют, но вот у меня как-то он раз на раз не приходится. Какой-то сильно ржавеет, прям ржавый абсолютно. А какой-то точно сам же не попадалось, вот как только серое покрытие с него стирается, все это жабче, тем более, когда перелезаешь пятку. Да, когда что-то начинаешь переделывать, да, то есть, когда сдираешь покрытие, да, то есть, качество нестабильное, я согласен с этим. Про роу-байн ничего не могу сказать про гарпуны. Просто, видимо, из-за того, что качество стали классные, из-за этого она ржавеет. Это, мне кажется, золотая середина, между прочностью... А это, когда тоненький гарпунчик, на 625, да, 625. Для 80-ки черноморская кота, это под Черное море, сделано для охотника. Это его ружье. Я на Черном море, на Черном море никогда не охотился, поэтому ничего сказать не могу. Ну, вот там же, что мы стреляем, по полкилограмма до килограмма, это уже счастье, если килограммовое что-то нашел. То есть, важно просто четкий выстрел издалека, да? Да, с 4-5 метров, когда надо попасть вот в такую кефальку, вот, 5-6 сантиметров по высоте, ну, блин, там нужна точность. Так, а вот я смотрю Василий на фотографиях, он охотился, да? Да, он охотился, да? Охотился, и планирую дальше охотиться. С роллером. Как бы спина у него не болела, вроде подлечила, сказал, ладно, все, буду дальше охотиться. То есть, пока все ружья не серийные, а музыканты? Абсолютно. То есть, если какие-то там единичные, иногда получается делать параллельно, они тут же пока подходят к концу. Производство ружья уже на них есть. А сколько времени занимается производство ружья? Ну, срок заказа месяц, естественно, где-то не непрерывный процесс, ну, цикл, да. Ну, с момента того, как я закажу, когда я получил свое ружье? В среднем месяце. В среднем месяце, чуть меньше, надо чуть больше. А где ТИК берете? В Москве. А, да, здесь продается, да? Ну, и за границей я не могу заказать, там, себе 3-4 палки и все, а здесь я, ну, до сих пор не было проблем, я до сдачи не буду. Так, а можете сориентировать по ценнику счета? Вот 30 тысяч рублей. В рублях, да? Ну, я стараюсь в рублях называть цену, хотя все равно все комплектовающие в евро считают. Да, а какие комплектовщики, что тут импортного? А все. Все импортное? Время моей работы, то, что я свою руку, ну, то есть моя работа, да. Ити кто тут вырос, и тоже не здесь, да? А дальше покупается все равно, они купили его за евро, продают по курсу в рублях, но по курсу в евро все равно. Катушки, верга, риггера, сам делаю, металл импортный. Продают. Станов ЧПУ, который режет его, жалый гидроабразив, они метр считают тоже в долларах. Ну, не верну, а в долларах рез. То есть сегодня этот рез стоит 30 рублей, завтра это 30 рублей стоит. Так, а ручки, вот я смотрел, под руку сделанное, да? Да, это не на ЧПУ, это все ручками вырезано. Нет, это под левшу, да? Почему? А, вот под правшу, извините. Так, а вот это у него самая, да? Больши нету. Нет, ну проблема сделать не проблема, наверное, сделаю. Не проблема, я делаю, да? Вот у нас чемпион Парухана, который был все чемпион. Сейчас мы только что с ним разговаривать. Я под левую руку делал. Второе, когда делал, я это уже учел. Ладно, Дмитрий, очень было приятно познакомиться. Спасибо за рассказ о своих ружьях. Обязательно возьму и буду думать. Спасибо большое. Спасибо. Надо собирать, искать возможность и брать и вести, бить рыбу. Ребята, я поймал известного российского трофейщика Олега Гаврилина, который в свободное от фридайвинга время занимает дождь руководителя рекламного отдела Тетиса. Да, и маркетинга, да. И маркетинга, да. И вот мы очень надеемся, что нам сейчас кто-нибудь расскажет о новинках брендах. Ну, из новинок, на самом деле, я о чем хотел поговорить? Я хотел сказать, действительно, какие-то интересные вещи. Вот под брендом UP, UP от Умберто Пеллизария, by Momo Design, вышли вот такие вот инновационные ласты. Они, конечно, они достаточно дорогие, но что делать? Смысл этой ласты в чем? Ну, во-первых, это, я думаю, что это, наверное, единственная ласта на рынке, но которая имеет ровную толщину от комля до кончика. Ну, то есть у него кончик не обкрустывается, не обламывается. Может быть, у него есть там чуть-чуть менее резкий выхлест. То есть она такая, не для ускорения, там, вытащить там сезона какого-то резко на нырке, там, вряд ли удастся. Она, скорее всего, для работы в толще воды, для очень глубокой, очень неспешной нырялки там. Ну, либо там средиземноморская нырялка. Ну, когда ты ныряешь там на 50 метров куда-то, да, там и стреляешь там какого-то зубаря, которого ты отдаешь по 25 евро за килограмм на скупку куда-то. Ты за день там несколько раз нырнул, взял там 5 килограмм рыбы, вот, пожалуйста, у тебя там 125 евро случилось. А купил ласты. Да, да, это какая-то такая экономика. Дальше, смысл этих ластов, а второй еще в чем? Обратите внимание на очень странную как бы вот галошу. Да, я сразу обратил внимание. Да, здесь что? Здесь угол слома между комлевой частью и самой лопастью 29 градусов. Самый большой угол на рынке. Для чего это нужно? Объясняю. Вот, допустим, мы работаем. Ну, пустили, пожалуйста. Вот когда идет кик вперед. Вот я вытянул носок, да, понятно? Ласты работают. Дальше. Подавляющее большинство отходников, они имеют недоразвитую комбаловидную икроножную мышцу. Когда нога пошла назад, носок расслабляется, ласта падает и грибка практически нет. Здесь же за счет большого кучей угла ласта работает что вперед, что назад, что вперед, что назад. Вот именно для этого сделан такой большой слом, да? Да, это как бы первое. Дальше. Вот смотрим вот на вот эти странные отверстия. Они нужны для чего? Если мы ласту сгибаем. Вот я согнул ласту. Видно, да, как она работает? Надо четко понимать, что ласта начинает работать вот от этой точки, когда она толкает вон назад. Здесь она работает негативно, она не помогает вам грести, она мешает. Мы толкаем и мы эту воду раздвигаем. Здесь у нас изготовлены дренажные отверстия, которые минимизируют негативный эффект от воды, которая находится upside, по-русски, с другой стороны, короче говоря. Здесь вода выходит. От этой всей истории, да. Лопасть достаточно дорогая. Ну, не лопасть, точнее, там ласта и гласты изделие само. Я еще не считал, потому что и буквально там, ну да, на призы, я думаю, что они будут стоить порядка, может быть, там, 750 долларов. Но я надеюсь, что как только они пойдут в массовое производство, цена снизится. Цену можно будет редуцировать. Но с другой стороны, я зашел на стенд Марис, увидел там обычные какие-то там карбоновые палки за 51 тысячу рублей и понял, что... Я еще не заходил. Да, наверное, они не очень дорогие. Да, давай из этой же серии, что еще интересного? Интересного чего? Давай маску, доставай маску. Вот пришла она тоже, интересная маска, называется Omer Apnea. Это первый на рынке, малообъемник, моностекольный. Вот такая маска. Колоссальный объем, очень мягонькая она. И обзор, да? Да, огромный обзор у нее. Вот, и помимо всего этого, она так же, как и прочие маски из серии Умберто Перезари, ее можно использовать с зажимом. А, для фридайминга? Да, но он не совсем для фридайминга. Это зажим, который позволяет вам нырять глубоко и продувать уши, и поддувать маску, не притрагиваясь рукой. Мое мнение, если честно, вот так вот, не говорить только начальникам. Ну, на охоте я пытался с этим совсем нырять, мне не очень нравится, потому что я отвлекаюсь. Потому что я ныряю и не очень понимаю, у меня зажив на носу, не на носу и так далее. Для фридайвинга, когда ты сосредоточен на результате, на цифрах, я ныряю там, там 42, 52, там 64 метра и так далее. Вот ты сложился. Очень удобно. Вот ты упал, вот у тебя маска, вот ты идешь, идешь, идешь. На охоте, тынг, 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 раз, продернулся, еще что-то. То ли ты продулся, то ли не продулся, не знаю. Мне кажется, все-таки это не совсем охотничий какой-то девайс. Да, фридайверский. Нет, но он и создан, наверное, для фридайверов, все-таки, да? Да, нет, естественно, он создан для фридайверов и так далее. Причем была гипотеза, что, наверное, он дороговатый, потому что вот у него, видите, он делает у него подкрутки, он подстраивается под разные виды носа за счет вот этих всяких разных штук. Вот, его цена сейчас розничная, там, ну, чуть меньше трех тысяч рублей. Люди, которым нужно, они знают, зачем им это нужно. Конечно. Да, все. Вот такая история. Мы же оружие покупаем тоже, не думаем, сколько они стоят, если оно нужно, если оно хорошее. Поэтому, как бы, я искренне надеюсь, что я смог помочь. Да, вот эту маску, кстати, я сегодня не померил. То есть, эти маски я посмотрел. Давайте сниму. Давай. Давай, держи. Ну-ка. Ух ты, у тебя стедикам-то какой хороший старик. Я не могу понять, осознать сейчас пока угол обзора. Ну, да. Потому что я не понимаю, насколько далеко стекла, а линзы от моих глаз. Если они близко, то... То есть, малообъемка это считается, да? Для моностекольных, конечно, это малообъемка. Вот, приличная обзорность. В этой маске... В этой обзорность хорошая. В этой маске Андреа Зукари поставил мировой рекорд по самому глубокому нырку в маске. Он нырнул на глубину 172 метра в маске. Но он нырял на лимит. На этом самом деле. Да, я понял. На этой штуке. На этой штуке, на этой штуке. Но в маске. Вот я не знаю, там, для кого это интересно и так далее. Но вот какая-то такая история. Ладно, Олег, спасибо большое за то, что ты рассказал нам все это дело. Покажите нам маски для подводной охоты новые. Новые? Да. Именно для охоты. Новые. Для не глубокой охоты. А то у всех разные. Нет, нет, нам для глубокой охоты. Малообъемники. Для глубокой они уже старые модельки надо. Почему нет новых? Ну, это вопрос скорее, наверное, к производителю, а не к нам. Мы же специально задаем такие вопросы. Каверзные? Да. Чтобы производитель, в конце концов. Огонь? Ну, мне кажется, в ней не видно ни хера. Мне тоже так кажется. Ну, так малообъемники, у них у всех такая беда. Почему? Если есть стекла... Нет, недавно Георгий проводил, кстати, в одном журнале, он мне говорил, что я не читал сам. Георгий мне сказал, что проводили исследования, то есть даже малообъемники, стекла, которые близко к глазам получаются, у них достаточно широкий угол обзора. И я вот сейчас стоял у Георгии и намерил, да, действительно, разные малобъемники по разному виду. Ну, сидят они, как правило, не очень все равно. Все равно обзорность будет страдать. Я вот не понимаю, кстати, да. Я сейчас смотрю и не могу понять, близко у меня или не близко. Можно только как-то смотреть, да? Крейсит. Засекать точку. Да, засекать точку. Засекать точку одну и смотреть другую. Но только так как-то смотреть, да? Либо пробовать. Но вообще, мне кажется, маска, она как горнолыжные ботинки, да, и не индивидуально, по лицу. Однозначно. Два элемента снаряжения обязательной к примерке. Вот. Это именно маска и ластер. И ластер. Да. Потому что тут настолько всяких нюансов касающихся индивидуальности. Ноги, стопы, лица, формы головы, да. И так далее. Причем не обязательно там, что то, что подходит ребенку, не подойдет взрослому. Бывает, наоборот, ребенку подходит взрослая маска. И наоборот. А детская подойдет ребенку. Так что, ребята, делайте, слушайте советы профессионалов и выбирайте именно то, что именно удобно вам, а не просто популярно. Так ты их все, потому что втягиваешь себя. Ты его просто вот так вот прижми, отпусти. Не, я тебе объясняю, что это. Ну, если только сильно втягивать, то надо идущийся. Потому что он урод просто. Как это думает? Я думаю, просто надо подобрать ту, которая подойдет. Мне кажется, он урод просто. Как это подойдет? Как это подойдет? Не, я самое... Не, морально это не кажется, но точно занят. Ну, что ты отвернулся-то? Застеснялся, что ли? А давайте вот такой нюанс сейчас. На выход. Ну, блин, я боюсь, что я не буду. А это не важно. То есть, представляете, что вы будете суперзвездой. Ты помнишь, у тебя такая рубашка стопудово была? Посмотри, звездочка. Не, ну, это может и было, но я не помню. Да, стопроцентно была. У меня форма такая была. Да, вот такая. Михаил, как это вам удалось притащить сюда? Рассказываю страшное, что ли? Входишь в подъезд, выключаешь на рубильнике свет, выбиваешь дверь ногой и хватаешь все, что под руку попадется. И? А дальше бежишь, пока хозяева не догнали. И что, вот все от такого можно натощить? Да нет, ни у кого уже. Шутка! Я понял, что ли? Ребята, где здесь рубильник? Не, а где вот это взялся? Не, ребята. Чудаки, подвалы, сундуки, бабушек. Кто помнит вот такие бутылки с молоком и с кефиром, ребята? Я помню. Хорошо. С такой жестяной крышечкой. Так я больше скажу, такая бутылка стоила 15 копеек. А сколько стоит бутылка это? Я имею в виду. Бутылки. Бутылки. Я шлюб. Авоська, авоська, авоська. Сетка, авоська. В детстве мы ходили бы с такими авоськами за молоком и за кефиром. Да. А потом сдавали. Блин, сам был так заморочиться, собрать месяц. Это не хлам, это уже история. Это уже антихвариат. Если это еще не антихвариат, то это уже, по крайней мере, раритет. Ольга, а помнишь рубли? Слушай, у меня целая коллекция раньше рубли этих была. Куда делать? Не знаю где. О, деньга, смотри. Я помню эти дни. Я нет, не помню. Александр, пойдем в бар. Нет, не стоит идти в бар, надо идти на выставку. Мы только что с выставки. А надо вернуться на выставку и пройти еще раз. Мы сейчас зайдем в бар, подкрепимся и пойдем. Ништяк. А он хозяин нетной горы. А мы в бар. Это не бар. Вон там бар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова